Новое шоу подъехало! Да давай бой сделаем! Сколько тебе надо ударов, чтобы вырубить Егора Крид? С одного удара я его вырублю. У каждого свой чил, свой расслабон. Медузы тут не было, а просто медузу я бухой придумал. Я стараюсь веселить вас, чтобы вам было комфортно смотреть на меня и не думать, что я... Р**шу вам е**а сосина. Давайте сыграем с вами в игру. Правила очень простые. Когда я закончу говорить, напишите в комментариях, сколько раз я скажу слово «бесплатно». Поехали! Тинькофф Банк выпустил новую коллекцию дебетовых карт Тинькофф Блэк. На этот раз карта стала доступна в космическом дизайне. А если оформить ее до 16 апреля, то обслуживание по ней будет бесплатным навсегда. Конечно, дизайн далеко не единственное, что делает эту карту просто космической. Обладатели карты Тинькофф Блэк могут покупать билеты в кино, театры и на концерты с кэшбэком до 30% прямо внутри приложения за пару кликов. А также получат до 30% кэшбэка рублями за покупки у партнеров и до 5% годовых на остаток по карте с подпиской Тинькофф Про. Но даже это еще не все. Можно бесплатно снимать наличные в банкоматах. Также можно переводить деньги на карты других банков через систему быстрых платежей. Разумеется, бесплатно. Пользуйтесь всеми преимуществами дебетовой карты Тинькофф Блэк. Успейте оформить карту в лимитированном космическом дизайне до 16 апреля по ссылке в описании и обслуживание станет для вас бесплатным навсегда. Встречайте! Наш братишка, наш роднюля, тепло наших сердец, Денис Джиган! Ура! Пацаны, девчонки, есть ли такой, да, когда Джигана видишь сразу так? Сегодня в чем заключается наш шоу? Славка, Славка, встань, пожалуйста. Славка называет фамилию человека, который задает вопрос. Этот человек выходит, задает тебе вопрос. Нравится, отвечаешь. Не нравится, показываешь. Вот так мы у человека его выкидываем отсюда, убираем. Ну, жестко, жестко. А если мне не нравится вопрос, мы будем Славу стричь, выбривать у него часть волос его. Мясницкая 24. Фрэнк Байбаста. Вопрос ребром. У нас в гостях Денис Джиган. Мы начинаем наше супер шоу под музыку. Мы не выйдем, у тебя будет музыка, а там будет танец. Аплодисменты, дорогие друзья. Поехали. Первый вопрос. Добрый день. Вопрос такой. Здесь на шоу Баста Егор Крид сказал, что вырубит вас шести ударов. Потом позвонил вам, и вы сошлись на цифре 40. Скажите, а сколько вам нужно ударов, чтобы вырубить Егора Крида? Сколько мне нужно ударов тебе сделать, чтобы тебя вырубить, если ты ничего не будешь делать? Именно ты? Именно я. Именно ты. Ну, хуй знает, раз в 40, наверное. Он говорит раз в 40. Половинка. Вот, Вася не даст соврать. Если я скажу просто слово Егор Крид, он уже обидится. Егор Крид в смысле. Я даже не знаю, как тебе ответить на этот вопрос, но... Чисто физически, сколько тебе надо ударов, чтобы вырубить Егора Крид? Если честно, то я с одного удара его вырублю. Спасибо. Здесь нет никаких подтекстов, Дэн. Спасибо. Не, 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 не для того, чтобы обидеть Егора, братка. Всё, тогда я могу... Пока хорошие вопросы, Славка. Хорошие вопросы, еще не стрижем тебя. Ну, я бы не стал бить Егора Крида, я бы ему леща дал. Ну, в смысле... Ну, да, да. Вот так просто, да? Вот этой частью ладони просто... Всё. Егор, не обижайся. Егор, мы тебя любим. Очень любим, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Жиган. Добрый вечер. Извини, извини, пожалуйста. Ксения. Задаю вопрос. Самое неловкое место, где ты пукнул? Как нормальные вопросы, кстати, Дэн. Ты знаешь, было много таких мест. Про то, что сейчас было, не говори. Было много таких мест, сказал. Было много таких мест, сказал. Ну, один раз, один раз, вот, я вспомнил, я летел из Катара. Ты что, все их запоминаешь, что ли? Такой раз, хэ, хэ, хэ. Раз, так, 12-07. Я летел в самолете, и как раз, ну, наелся хумуса. Можно говори, ничего здесь, все взрослые ребята. Да, и был долгий перелет, и я уснул, и прямо во сне так, ну, поддал, и прямо вот в эту секунду ко мне наклоняется бортпроводник и спрашивает что-то. Прям вот, прям в этот... В хумус, да, в твой? В хумус, в хумус. Мне было очень неловко, честно. Это вот было недавно. Вот я летал на чемпионат мира по футболу. Да. В самолете. Да? Ну, не ловко, спасибо. Там собственное пространство появилось такое. Слав, ты что, что за вопросы, все бомбы пока. Все сильные, да? Артур Тупырев. День добрый. Какая самая мудрая мысль, которую ты когда-либо слышал? Мудрая мысль? Что сегодня за вопросы? Хорошие. Привет. Я думаю, что я тебе не смогу ответить на этот вопрос. Сложный вопрос. Лех, хорошо, спасибо. Это нету. Он спрашивает не про твои мысли, которые ты сам слышал. Я понял, что я слышал свои мысли. Ну, просто что-то связанное там... Ну, просто не хочется это вот... Просто так говорить, да? Не, из цитатника БК, вот в этих шапочках, знаешь. Ну, короче, братан, я не знаю, мудрость, какая мудрость. Мудрая, мудрая, не пиздеть. Который ты слышал когда-нибудь? Ну, вот я слышал, никогда не наебывай родителей. Никогда не наебывай... Подожди, переговори. Обманывай, не обманывай. Да, да, да. Никогда не обманывай родителей. Всё, понял, спасибо. Всё, Слав, сойди сюда. Это вот такой был себе вопрос. Иди, садись, Слав. Хлопайте. Где начнём, Слав? Взлётную бомбанину? Давай полоску вот так. Посередине. Ирокес наоборот. Подожди, подожди. Всё? Следующий вопрос, пошли. Люблю свою работу. Адам Павлов. Слава. А мы фоя стата? Ты понимаешь, на кого ты сейчас похож на этой прическе? Ну, Вася, ты прям усилил именно? Очень сильно. Когда я закончу своё произведение искусства, ты скажешь, брат, ты правда был прав, мне так лучше. Следующий вопрос, Слава. Добрый вечер, Джиган. Привет. Хотел бы задать такой вопрос. Да. Ты как-то забыл про день рождения своего сына и поздравил его спустя сутки. Сможешь ли ты назвать день рождения своих детей без телефона? Я никогда не забывал про день рождения своего сына. Я тебе более скажу. Я просто его праздновал двое суток. Сможешь. 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 Не, правда, я праздновал день рождения сына двое суток. Вот. А детей день рождения не забываю, потому что у меня все даты набиты на моём теле. Все. Можешь посмотреть. Мне правда, вот старшая дочка, вот средняя дочка, здесь младшая и Давид вот здесь. Всегда с тобой. Аплодисменты. Да. Хороший вопрос, Слава. Денис, есть вопрос у меня. Давай. Я тренируюсь по утрам четыре раза в неделю, но пять раз в неделю жестко жру. Подскажи, вот что выбрать, кайфовать и не обламываться, или вот держать себя, ограничивать, но быть несчастливым? Братан, мне кажется, даже если ты будешь с такой прической, то ничего не спасёт, да? Да нет, на самом деле это выбор каждого. Вот тебе по кайфу вот в таком теле? Да, ему вообще улёт, конечно. Ну всё, кайфуй, бро. Это ж твоя личная жизнь. Мне не по кайфу у тебя видеть в таком теле. Ну, чуть-чуть на ждуна ты похож так. Я на массе. Я тоже, бро, так что всё нормально, я тоже сейчас на массе. Вот ты на мега массе. Я на мега массе. Мега массе. Следующий вопрос, аплодисменты, дорогие друзья. Давайте веселее, веселее. У тебя красивая жена, прекрасные дети и хороший доход. Чего тебе не сидится на месте? Чего ты всё время попадаешь в какую-то залупу? Перед тем, одевай. Вот, кстати, да, перчаточки. Слушай, ну бывает же такое в жизни, да? Не всё в наших руках, как говорится. Иногда кипишь, иногда кайфую. Ну, хорошо. Давай, знаешь, раз такой вопрос, я хочу серьёзно ответить. Даже не ответить, брат. Можно я извинюсь перед женой у тебя на передаче? Брат, конечно, вообще, все камеры на тебя. Кара. Вот, Дэн, смотри, вот сюда. Я хочу извиниться вот при всех здесь и те, кто будет смотреть передачу. Ну, прости меня, накосячил. Я больше так не буду, обещаю. Это в последний раз. С пивком я завязал. Я тебе даю слово, что я буду самый лучший муж и самый лучший папа на свете. Прости меня. Я тебя очень сильно люблю и буду любить вечно. Спасибо. Всем привет. Здравствуйте. Я хотела спросить вопрос или даже просьбу. Оксана вставляла в Instagram видео, где ты танцуешь танец из сериала Wednesday. У тебя очень хорошо получалось. Можешь ли ты для нас его повторить? А мы все тебя поддержим. А музыку включат? Включат. Я с тобой потанцую. Поехали. Поехали. Спасибо. Это было классно. Это что за выпускной в доме престарелых, бля? Привет, Денис. Привет, брат. Хотел спросить. Не нашел ни одного твоего сольного концерта? На чем ты зарабатываешь? Ну а почему ты не нашел? Не знаю. В интернете смотрел. Ни ближайшего нет. Ну ближайшего пока нет, да. А были же мне… Я на сцене, брат, около… Ну вот здесь я переехал в Москву… А… А… Дв… Нет, пятнадцать… Какое? Шестнадцать лет назад. А за шестнадцать лет я сделал, наверное, шестнадцать концертов. Не, бро, на самом деле много концертов, но не… Ты имеешь в виду большие сольники? Да, сольные концерты. Нет, я не делал большой сольник ни разу в Москве. Это правда. Но я сделаю. Я вот беру пример с Василием Михайловичем. Я хожу на его концерты. А я тоже иду двадцать первого. И тоже, наверное, я пойду. Вот, но… Спасибо, брат. Двадцать… Подожди. Двадцатого… Двадцать первого… Двадцать второго и двадцать третьего… Двадцать второго… Брат, извините, что переехал, но это не важно. Потому что двенадцатого мая у Джарахова в клубе «Урбан» в Москве будет концерт. И восемнадцатого мая в Санкт-Петербурге «Аврора» концерт-холл. Простите. Я продолжу. Добро. Закончу ответ на этот вопрос. Но я люблю клубные выступления. Я люблю корпоративы. Я не люблю… Любил. Любил. Сейчас я понимаю, что пора уже взрослеть, выходить на новый уровень, делать нормальные большие концерты, сольники. И к этому иду сейчас. С новым материалом. Пишу сейчас новый альбом. И обещаю сделать большой сольный концерт, куда я тебя тоже приглашу. Спасибо. Я приду. Спасибо. Следующий вопрос кто? Я сейчас назову. Или ты помнишь кто? Артур Эйн. Красивое дело. Всем добрый вечер. Привет, привет. Джиган, тебя недавно укусила медуза. И ты сказал, что она была двухметровая. Следовательно, вопрос. Сколько сантиметров в метре? Сколько метров в километре? И сколько километров в сантиметре? Чего ты там моросишь? Чего? Еще раз. Сколько сантиметров в метре? Сколько метров в километре? И сколько километров в сантиметре? Километров в сантиметре не может быть? Может. Километров в сантиметре? Может. В сантиметре километров? в сантиметре сколько в сантиметре километров ну да ну там 0 какая-то вот это подожди смотри пошел ну ладно короче медуза я я иду когда тебя укусила дает у меня нахуй не кусал бля и пацаны ночью давайте нормально вот вопрос ребром отец ты просто прогнал да да нет я иду купаться не рассказываю эту историю которого стало уже легендарным я иду плавать а вода холодная я короче поплавался и приехал мой колледж артик артикости в гости я выбежал и не переодел там ничего не плавки чтобы весь мокрый в холодной этой воде в комнату ко мне зашел там на вилле а там кондер ебашил минус 40 наверно ну жарко комната жарко на улице холодно и вот видимо перепад температуры и меня как схватила блять эту спину и все медузы тут не было а просто медузу я бухой придумал красавчик коза но я уже не пью я извинился уже перед женой тоже а сколько ты не пьешь по времени уже два месяца кайф поздравляем красавчик не пью и не курю никаких веществ ничего джараха вон месяц не пьет посмотри просто фреш не реально месяц него тут и сколько не пьешь четыре дня вот и выглядишь хуёво старик один справедливости ради до этого я не каждый каждый день несколько лет следующий вопрос а привет denis хотела бы у тебя спросить его совета давай в в общем однажды ты назвал своих хейтеров пожелал им такую болезнь как алла триофоги и поэтому хочу тебя попросить можешь ли накинуть пару болезней для моих бывших а что такое алла триофобия а это ты когда жрешь все подряд я болею а вообще все это пакет может такие люди там гвозди волосы едят слушай я на самом деле не люблю это же шутка но понос чтобы они обосрались сейчас где-то жестко серия два чувака и не понимают почему причем они в твоем таки братка давай встретимся когда-либо это ведьма она распорчена его не в кино такие сидят и все еще вопрос здравствуйте здравствуйте не привет сколько нужно зарабатывать чтобы жить начали как вы брат да хуя ну а если честно если честно каждый выбирает вот как славка свой чил у каждого свой чил свой расслабан славы дети до стригу что я не могу на тебя смотреть у меня больше за фрине меня мучает иди слава иди хорошие вопросы но это никуда не годится давайте пишу зашиворот и сыпалась лавочки ничего на следующей передаче уже ваш женой будет сидеть а чё ты хочешь сказать что это плохая притча сейчас ему идет в тысячу раз больше чем вопрос задавайте свой привет джиган привет какие у тебя принципы воспитания детей принципы ну самый главный принцип я не навязываем ничего тот точек тот того чего они то чего им не нравится то есть я максимально слушаю их я и жена моя мы всегда детям даем возможность самореализовываться вот поэтому у нас не было в принципе ту-ту-тфу мои дети очень воспитанные несмотря на то что у них такой папа у них классная мама но у нас есть эта гармония которая позволяет детям быть в в россии в отличной среде то есть инь-янь поэтому но я не знаю самое главное не дав не давить на детей вот это главный принцип то есть вот ты должен быть там бойцом мм и там сына у меня сын например да ему вообще не нравится бои вот я ему ставлю я я всегда думал что у меня в сын вырастет это будет там мне не за майк тайсон да он вообще не любит бои смотреть ему включить африку national geographic нужно вот хотя это странно а средняя дочка папа включи мне джиу-джитсу уроки по джиу-джитсу да и младшая ходит на кунг-фу то есть вот видишь какие принципе то они сами на себя находит нельзя детей давить на них вот своими с ней реализованными какими-то мечтами вот наверное спасибо и вопроса давай а хорошо тебе x и минем просто он именем а стал похож братом похудел сразу сразу всем привет вопрос такой есть ли шанс что мы увидим тебя на ринге в поп-мм и и можешь ли сказать какую сумму готовить то ли с ульянова чтобы ты вышел бактегон я не продаюсь но за деньги да смотри честно я горел этим желанием когда вот началась вся эта суета с александром и миряненко да я думал что я подготовлюсь я начал опять заниматься тренироваться и кайф пропал в этом у меня то есть я не знаю мне дело дело не в деньгах даже дело не в гонораре ну конечно же понятно же да деньги это тоже это если конкретно готовится какому-то там там спортсмену но я потерял этот кайф сейчас у меня этого кайфа нет если у меня появится этот кайф то я могу тебе ответить на вопрос сколько какие гонорары сейчас игры про суммы я зарядил тогда 50 миллионов я считаю что это на то время был адекватный гонораром можно было это все реализовать но к сожалению саша мильяненко бухал вот больше чем я да я все-таки он победил в этом в этом да по этому победил да я реально готовился я реально ну мне каждый раз вообще как все это началась история если интересно расскажу хочу чтобы не не думали что я соскочил там куда-то там санечка вообще блять саня дай бог тебе здоровья но история такая что он мне позвонил это как раз был после майамский мой вот трип вот только я пришел начал приходить себя мне звонит александр эмильяненко мы когда-то познакомились с ним на боях он за мой номер и ну просто писал там привет просил там дочки передать там ну нормально в сообщение было нормальным он тогда как раз в форме и вот он мне звонит я так понял что он после боя до боя с магомедом исмаиловым он был в хорошей форме нормальной и он не говорит слушай братан поделой бой сделаем я говорю какой бой выдавая свой побоксируем выйдем на ранты и бабок заработаем я говорю братан да у меня сейчас не лучшая форма игры только вот дурки не реально ну реально я только вот это был апрель по моему и мнение май май уже месяц был да как раз я выписался и я говорю да он говорит да нормально там блин ну давай только по тиху я могу по тикбоксингу ну то что я хоть как-то его ногами хоть лоу-кики побить могу ему ну на руках тогда он меня перебил и он такой да мы разберемся сейчас давай туда-сюда я говорю ну посмотрим он не начать названивает через там буквально две недели давить на тебе давида и горит братан да давай будет сделаем учет и отрепетируем говорит игру не клянусь говорю бараб если будем драться был нормально драться с просто порубимся грида выгоду по боксу ладно давай так по боксу все и он начинают ну сейчас играть у меня бой с исмаиловым ну давай за давай груза кинем эту тему в интернет и посмотрим как народ отреагировал народ реагирует классно пошла суета начинается история люди начинают промоутерский комп тогда небо хардкор то только начинал то ли с ульянов это только вот буквально на коле то ли с ульянов меня звал на первый турнир на кулачке и rntv а и в этот момент приходит ищет промоутерская компания через макса новоселова и предлагают бой и я говорю с кем бы я говорю 50 миллионов им сказал почему сумма к 50 миллионов я не сказал ну да 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 скажу я как раз был на отдыхе как раз вот да это майские боли от был на майских на мальдивах лишь сижу чили думаю да какие бои еще тут тут на меня на мильяненко давит тут на меня еще кто-то 50 миллионов они такие окей мы согласны но до боя со с моим он еще в отличной форме но ваш соперник когда будет александр мильяненко я думал болен все равно я тоже в себя как бы верю но надо понимать я звонил ребятам там позвонил камилу гаджи его fight night позвонил маги и сми говорю такая вот история он говорит братан попробуй почему нет 5050 то есть мы реально хотели готовиться в итоге произошло то что произошло он проигрывает бой исмаилову идет запой и все и начинается вот эта суета вся в которой в которой уже не верит никто из промоутеров они верят что емельяненко нету и он мне звонит бронз ты понимал мне звонил власть это должен 20 тысяч рублей но это так между нами вот здесь когда между нами ага я ему двадцатку мне кстати двадцатку торчит сами да ладно до двадцатку торчит на пиво блядь если бы не на пиво не не рассказывал бы двадцатку верни вот ну и все и он заблухал но он бухарь он бухает все закончился александр мильяне к сожалению к сожалению да я с этим справился я тоже бухал тоже вот поэтому накосячил дома но уже не не бухаю все спасибо спасибо хорошую следующий вопрос джига привет мягте такой вопрос мы все знаем что ты много лежал в клиниках то где самый охуенный хавчик братан я тебе скажу хавчик клиника вообще лежать в клиниках это не классно и ну я лежал в не то что в клиниках есть такие учреждения где пытаются людей людям чуть-чуть помочь это не обязательно должна быть клиника то есть я вот был в майами тысячи ну я понял про вопрос оттуда же пришла эта тема про хавчик про петушков это майами это это уже классика да это классика но чтобы ты понимал как это все выглядит это просто вот вилла такая огромная она не на ней нет ну маленький заборчик такой да туда приходит ли привозит привык привозят приходят и разные люди то есть люди кто там бухают у кого проблемы там короче перевод только джиган даже в клинике может лежать на вилле бы я его у меня выгроза меня выгнали они могли поставить диагноз у меня был психоз обычно на самом деле ну это не очень что я перебил и хавчик где лучше ну конечно хавчик там не самый лучший баландос да да ландо баландос ну конечно самый лучший хавчик дома братан а чем кормят вообще принципе вот в майамской вот такой клинике больниц какой рацион курица кури курица рыба но обычно рис в самолете рис ну не не как самолете побольше порции всем добрый вечер у меня такой вопрос джиган ты своих интервью говорил что любишь драться расскажи пожалуйста про свой самый лютый замес и сколько человек ты вырубал за один раз ну могу очень смешную историю рассказать но не очень смешно история из молодости просто помню мне понравился нокаута я был на рэп тусе в одессе сейчас данный подарок где давали гучи кепку славе за стрижку значит уже место рассказывать нет извини рассказывать конечно конечно рассказывает значит рэп туса одесса ну наверное 2002 2000 около 2002 2003 год я тогда как раз в расцвете сил я в 19 выполнил уже мастера спорта даже 18 по моему да по кикбоксингу и рэп туса приходят чувачки боксеры но они такие тоже хоть стремяги в рэп но и на злу и значит бы и бывают такие приходят типы которые не на не рады на тусовках но они крепкие типы и короче ходят всех доканывают и вот они они знают что на это рту сия это единственный кто может их осадить то есть если не будет с кого-то доканывать из пацанов а все пацаны ну простые ребята никто я у нас была команда шизо шаманское зелье и они были все музыканты рэп делали в первый фроте лупс первые и джей в общем музыканты я единственный спортсмен и мастер мастер спорта уже значит и вот они танцпол они на танцполе меня выдергивают ну просто там плечом что-то туда-сюда ты там мы там чё я понимаю что в клубе не варик потому что ну во первых это клуб ну короче я никогда не люблю что кто-то видел я говорю ладно пойдем на улицу я один потому что звать пацанов без бесполезная просто сразу все нокауте будут люди мои пацаны они не спортсмены я сейчас помню мы выходим их четверо я один и он так стоит раз два три четыре и вот выходит осмотрение четко стоит темно я просто справа первый хук 2 заряжаясь правой попадаю первому этому боксерчику самому он тоже мастер или кмс или мастер по боксу я его вырубаю правым в челюсть бам он падает сразу же с правой руки 2 бам 3 слева и бум этот уже четвертый чудо туда куда-то их было еще 1 4 пацана 4 пацана добил еще с ног ну потому что встанут пизда я понимаю что что нужно валить я сваливаю короче ну приехал домой а не закончилась история мне звонок ну мне звонят мои пацаны черемышек с района говорят блять тут такая история ты же вырубил этого пацанчика а у него брат старше а у французский легионер в наш к французскому они в наш к легион к легион да он говорит базара нет базара нет но просто вот они вот просто хотят один на один готов ты вывести 11 с его старшим братом родным это за справедливость такая пришли вчетвером опиздюлили давай выясним 11 с его старшим братом потом вы его убил можешь выстрелить после кал против калаша еще не постреляют тебя немного 11 ты калаш просто короче в итоге они говорят приезжаю в компьютерный клуб и короче я приезжаю в клуб с сумкой да с перчатками двумя парами захожу говорю ну слушай стоит от легиона он такой же самое как его брат лысый тоже крепкий только чуть больше погоняло у него легион типа не 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 он был французским ну просто и ты угощу стоит легиона будем назвать он обратно старше старший выброс ты давай на перчатках у меня нет перчаток у меня есть это все по-нашему по-еврейски я смотрю я понимаю что даже на перчатках не хочу с ним боксировать и он такой что слово завтра я понимаю как тискала чудо за история бляжу даже за праведливость когда я такой а да нет ему правый бах у него стоячий нокаута не упал кайф его вырубила он стоит моржу от души спасибо за вода спасибо славка и тех вы хочу сказать не перебивали пока денты просто постригся ты выглядишь фреш посмотрите стрижка просто слава девчонки скажите что просто жених а кепку ваку я себе и тебе купят настоящая кепка гучи ты не думаешь эти фуфу впарил вот босяка скажи ты все нормально с тобой следующего вопрос диана тишина всем привет джиган многие говорят что у тебя нет музыкального вкуса предлагаю покончить с этими спорами назови топ-3 своего плейлиста и топ-3 песни от которых у тебя кровь из ушей подожди что ты навалила топ-3 песни которые тебе нравятся рэпа который из твою жизнь ну да по памяти ну какой просто за всю историю который тот произвели на тебе в детстве какое впечатление там рэпчик что ты бразовой и сейчас включаешь да это вутен клэн триумф трек так тупак шакур changes не слышал changes конечно и тимати и тимати в клубе да и на самом деле у меня нет такого не ну мне не нравится треки пошлые не то чтобы там который скоро выходит в ремиксе с егором кридом да ладно да из титаниров власть да мы ждем терпением да и кстати скоро выходит мой новый альбом вот от него у вас не будет как называется family first когда назову когда выходит я надеюсь что я его я практически его закончил мы его сводим и весь май 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 а кстати выйдет альбом дениса жигана в мае но еще 12 мая в москве клубе urban будет концерт моего братишки жарахова а 18 мая в санкт-петербурге в аврора будет его концерт так что приходит уже неловко спасибо не за что спасибо спасибо братишка сказал да я стал что я сделал денис денис я не знаю ни одного мужчину которому нравится сниматься семейных фотографиях скажи ты каблук но не правда я каблук я каблук да спасибо я не знаю ребят мне нравится сниматься в семейных фотографиях вот мне нравится сниматься в чужих семейных фотографиях фу на тебя не нравится как бы и так это она говорит как будто это такие зашнику люди да мои дети такие значит и опять добрый вечер добрый джиган разволновалась нормально джиган ты такой сильный мужчина у тебя большая красивая полноценная семья но в россии тебя многие ассоциируют с комичным глупым человеком тебя это как-нибудь задевает как сказал великий блага вайт если тупой если тупой говорить что он тупой то он уже не тупой да не задевает меня ну я стараюсь веселить вас чтобы вам было комфортно смотреть на меня и не думать что я разъебашу вам и басосину у нас есть еще места куда приходят люди которые не смотрят могли попасть в наше заведение здесь чтобы задать вопрос лично они оставляют свои видео вопросы внимание на экран всем привет меня зовут данила я нахожусь в ресторане прэнк байбаста в городе уфе по адресу верхняя торговая площадь 6 и у меня вопрос для джигана расскажи как ты справляешься с ролью многодетного отца и пользуешься ли ты государственными льготами ну справляюсь я нормально мы как уже говорил с женой вместе все это делаем конечно же у нас есть не они помогают родители пользуюсь я государственными льготами к сожалению не пользуюсь или к счастью я не знаю может это какая-то ловушка но единственное что я сделал это парковку да 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 для одной машины очень удобно да за бесплатная парковка на машину если многодетная семья нас большая машина как раз мы всей семьей на ней ездим ну на кадиллаке даже он удобно старом правда не новый кадиллак удобно 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 дон спасибо большое дэн памятуя о том как ты не мог вспомнить как нурлана провязывод мы решили провести эксперимент я буду называть тебе фамилию ты должен будешь сказать имя давай киркоров филипп до щербаков лёха мусагалеев азамат соборов нурлан литвин михаил мишель длина ивлеева нася шастун антон подказали то подсказал думаешь залера настало то время расстреляю нахуй так долматов алексей вакуленко василий джарахов эльдар и пушкин александр есть братан все самые сложнейшие я их имена все не помню кого-то помню конечно просто феноменально а хазбика как зовут хазбулла не покопаться дорогие друзья вот наши выпуск подошел концу и сейчас мы должны будем с вами решить во-первых судьбу славкиной прически слова встань пожалуйста как покажи прическу посмотрите какая прическа ребят класс лучше а теперь мы должны вынести главное решение главное решение в отношении нашего гостя кем он показался вам сегодня лживым врунишкой обманщиком манипулятором ваших сердец человеком который играет на чувствах либо же он тот же самый кого мы все сильно любим обожаем восхищаемся его простотой в которой кроется великий ум и желание дарить счастье добро смотрите если вы за джигана который дарил вам счастье любовь доброй продолжает это делать вы поднимаете красного динозавра и значит за сегодняшний ужин плачу я если же денис все-таки бука бяка да вы поднимаете черную свинью и за сегодняшний ужин заплатит денис вам решать время пошло спасибо большое принесите кассовый аппарат денис ну что я девушка поздравляю это это демонстрация любви и хорошего отношения к твоему всем друзья дорого стоит мне твоя любовь денис сто тридцать один косой официально заявляю спасибо большое охуенный хапчик я нужно повесить на дверь наклейку как ревизора джигана одобрена джиганом точно да спасибо большое это был вопрос ему у нас в гостях был денис джиган аплодисменты и мой соведущий джараков славка славка с новой прической шума еще да и Продолжение следует...